и снова здравствуйте всем привет и так давайте рассмотрим этом ролике как сделать рик значит вот этому фонарю бэтмена тоже нашел значит на полях интернета делать это делая чтобы попробовать рик в принципе времени столько нет поэтому пока вот последних роликах пользуюсь моделями которые скачены так давайте выберем этот весь фонарь set origin геометрия set origin можно 3d курсор так теперь n панель screen cascade и погнали так тройка на нампаде пока вот это можно транспорт отключить шрифт а добавляем арматуру single bone или в арматура single bone так ставим опять же все дело in front чтобы мы видели сквозь модель все это дело да и так заходим теперь дальше в edit mode здесь у нас получается первая косточка будет это значит руд кость мы ее поставим вот сюда вот на нижнюю площадку потому что она не будет ни крутится не вертеться так теперь делаем shift а можно добавить еще одну кость чтобы все было выровнено так теперь делаем с уменьшаем и тут какая штука у нас нижняя значит вот эта часть вот эта часть квадрата будет крутиться значит что мы переворачиваем кость g ставим на эту площадку которая будет крутиться так желательно все это дело немножко значит выровнять и смотрите когда она будет крутиться вот так кость ставить нельзя нужно эту кость поставить именно так чтобы она стояла по центру вот потому что все кручение начинается от центра значит наш вот этой площадке так теперь тройка на нампаде что можно сделать нам теперь понадобится значит е вытащить косточку alt и clear parent но она уже отсоединена и то же самое сделаем с фонарем выставляем его именно по нашим вот этим значит болтам чтобы у нас четко все дело это крутилась так все это дело вроде бы привязана только нампаде смоем угол ориентацию эту делу так теперь что у нас получается у нас получается что эта часть будет вверх вниз крутится в бок она не крутится так эта часть сейчас покажу вот эта часть будет начать крутится вверх вниз эта часть будет по кругу крутится но это будет часть вся стационарная можно сделать чтобы вот эта часть тоже крутилась тогда придется объединить вот эту площадку с этой частью shift лево кнопка мыши и тогда вся эта штукенция будет крутиться но такая штука единица нампаде так все вроде выровнено вроде бы все пойдет но меня вот не устраивает именно установленная наш вот этот модель так мы выделяем без костей включаем мол и чуть-чуть наверное по нашей вот этой птицы выравниваем тогда и опять же с это ризинг 3d курсору привязываем чтобы она уже была ну как зафиксирована да выбираем наши кости заходим в edit mode и у нас получается что эту кость мы должны привязать к этой кости ctrl p cp of set а вот эту косточку должны привязать к этой если вдруг будет передвижение какое-то ctrl p cp of set вот в принципе весь риг ничего тут такого нет если посложнее что-то делать то можно тогда значит вот эту кость нижнюю с нее вытащить значит как делал я глаза потом попробуем давайте сначала все попривяжем и посмотрим как все это дело будет работать так теперь заходим в object mode выбираем вот эту верхнюю часть выбираем верхнюю так косточки заходим в post mode выбираем верхнюю кость делаем ctrl p можно object можно bon так следом выбираем нижнюю часть вот эту выбираем от же кости заходим в post mode выбираем вот эту вот косточку ctrl p bon и теперь выбираем object mode нижнюю часть вот эту объединим ее ctrl j значит всю площадку и всю площадку привяжем к нижней кости крут кости вот к этой ctrl p bon а теперь заходим в object mode выбираем только наши кости заходим в post mode и смоем если сейчас мы будем крутить весь фонарь то фонарь крутится ctrl z так если мы выберем семерка нам падение вторую кость то увидите что фонарь тоже крутится ctrl z и если мы выберем значит руд кость вот эту то значит видим что у нас вся модель переносится это есть год это есть хорошо но у нас не привязано значит стекло и его отделил и вот эту вот штуку и так теперь нам нужно привязать вот это вот стекло это заходим в объект мод выбираем стекло выбираем значит нашу наши кости заходим в пост мод и привязываем к этой кости ctrl p bon потом заходим в объект мод выбираем значит нашу вот эту вот летучую мышь через shift кости заходим в post мод выбираем эту же кость делаем ctrl p bon заходим теперь в объект мод выбираем просто кости объект мод просмотр и смоем если сейчас мы выберем вот эту косточку узнать так вот этот нижнюю семерка нам паде делаем единица нам паде вы видите что все перекрутилось теперь нам нужно настроить чтобы по другим осям все это дело не крутилась так тройка на нам паде делаем n нажимаем панель item и смоем если ротация будет по иксу вот у нас по иксу она есть больше нам не надо значит мы оставляем по иксу y z и эту w тоже закрываем смотрим r все крутится ctrl z обязательно возвращайте назад чтобы потом дергание не было боком ставим и вы видите что с любого ракурса мы можем крутить теперь не думая что он пойдет как-то юзом да так теперь эта косточка у нас должна ходить по ротации не так видите если она должна так не по икс значит должна ходить по z вот она ходит по z ctrl z значит мы закрываем вращение по другим осям и теперь кому будем взять то у нас все будет крутиться именно вот в эту сторону так но это лучше крутить наверно транспозом да вот транспозом мы можем крутить теперь по другим осям она не будет крутиться видите она заблокирована так все это назад возвращаем так теперь тройка на нампаде давайте поставим какие-нибудь значит косточки rig tool это первое значит у нас будет или площадка или root кость вот давайте root кость смотрим что тут нормальненько так подвинем ее по центру чтоб красиво было теперь прибавим ей размер чтобы видно было вот уже root кость есть теперь born группы нажимаем нажимаем это будет пусть красный цвет а лучше пусть будет синий как-то повелось что больше как-то синий цвет урут кости так теперь та штука которая будет вот это все дело вращать значит есть у нас можно цирку включить давайте включим циркул значит сколько тут 90 уменьшим размере и чуть-чуть подвинем по центру все теперь мы знаем что вот этот круг тут можно а уже ну смысле вот так она стоит над косточкой все нормально добавляем born группу и добавляем пусть это будет красный и хижин как а вот это значит наш поворотник как бы его красиво таки обыграть д давайте поставим стрелочку стрелка как стрелка и значит здесь по нолям так значит теперь по у 90 нет ноль азет 90 по азет как смотрим выводим ее вперед чтоб красиво было ну и в принципе вот такой размер устраивает да то прикольно это значит пусть будет у нас зеленая или желтая пусть будет желтая вот такой вот простой рик ничего тут такого серьезного но теперь хотелось бы попробовать сделать свет информации очень мало кстати по этому делу в интернете я пробовал сделать картинками сейчас посмотрим и еще пробовал просто мультяшный такой создать внешний вид зайдем давайте так первый вариант посмотрим это у нас значит добавляем добавляем что нам тут на лифт добавляем вот вот так мы его выставляем делаем джи подставляем к наш мод чеклу как теперь вытягиваем типа луч смотрим настройку спота 10 ватт пока пусть будет радиус тоже потом поднастроим но тут фишка в чем что нужно сразу как бы длину побольше да то что такой вот луч это очень мало желательно его сделать больше как а где он делается больше это клип старт без садов но два метра дистанц но это уже по моему проецирование так радиус 11 метров это тоже пока не надо ну ставим ладно давайте попробуем пока на таком размере процессе разберемся как тут по моему скайл где-то должен быть а ну-ка на с английская вот пусть будет какой луч а теперь нужно добавить так это курс не курс добавим а ну-ка мы добавим конус дать а делаем с и теперь все это дело побольше так вытягиваем значит теперь перекрутим подставим так чтобы это все дело находилась в нашем свете и какая штука нужно теперь тут этот цвет обрезать мире желательно это толстый свет выходит лучше тогда его наверно чуть чуть уменьшить нормально так а ну-ка еще увеличиваем смотрим чтобы это семерка на нампаде попала в наш проектор но суп красиво как-то получится если получится конечно я это дело чисто для эксперимента сейчас сделаем и посмотрим пару вариантов да так вот как так так теперь вот на эту штуку мы настраиваем шейдинг это значит new вот эту штуку удаляем значит где у нас настройки альф там всякой штуки металла и так далее спорты так значит вводим по английски вот он волум скаток и подключаем на волум раз он волум будет волум так смотрим что получилось стройка на нампаде так лечение чуть-чуть уменьшаем а ну-ка перейдем в такой внешний вид зайдем теперь в настройку значит нашего как вот эти отключу пока так найдем наш спот так еще нужно бакграунд давайте поставим бакграунд поставим черный настроим наш свет на свет поставим где-то 10000 получается вот такой луч света так ну вроде бы луч света есть да все хорошо так тут еще значит можно поставить цвет оттенок да допустим свет будет у нас какой там был у него желтый помада вот желтый луч цвет это в мультфильме ну так можно давайте серенький как теперь если 10000 мало то поставим давайте 20 ну вроде бы светит как теперь 05 метров радиус потом это радиус уже будет сейчас покажу на какую штуку сайт вроде бы все нормально а ну ка лечение вот здесь его не видно а ну ка если в сайтов перейти ну сайклс будет вот такая штука рассеянный свет а ну ка еще пройдемся радиус вот побольше ставим побольше вот этих вот сегментов да микс включаем все у нас тут получается более такой как бы рассеянный что ли теперь под сайс это значит а ну ка мы канонам пади shift а добавим мэш добавим план сделаем ему с делаем r сделаем g где-то вот здесь его подставим а ну-ка вот вы видите что вот он проецирует на эту штуку так для меня cycles это слишком значит тяжеловато вот или это дело выглядит вот таким вот образом вот появляется круг смотрите какая штука можно тут конечно на свет на настроить вот этот как ее называют проектор да но это не столь интересно будет если сейчас мы выйдем куда вот в такой внешний вид так можно даже в этот приближение единицам нам пади как этот луч света значит g опустим сюда пониже подрегулируем и сделавшим дубликат значит наши вот этой мыши стройка на нам пади и мы ее подведем куда-нибудь как джин вот мы увеличиваем и вот она начинает там проецироваться она качат мы еще подкорректируем вот она теперь рассеянность надо это все дело убрать так заходим настройку света а подождите еще такая штукенция найдем включим блум можно англик отключить чтобы почетче это все дело выглядело да я пока англик отключил блум оставлю заходим настройку света и значит здесь вот вот эту штуку понижаем так 98 так а вот это что такое расширение четкость размытость грани нашего вот этого значит круга а ну-ка поближе поставлю чтобы вы видели вот пока мышь это значит мутная да смотрим какие настройки можно уменьшить я буду делать как всегда методом тыка потому что я это не очень значит пробую это значит так кнопка будет отключить эту штуку отражение шоу ком как это саду 15 метров тысяча как где-то тут должна это точно точность быть дай distance рассеивание вроде больше появляется ну-ка вроде бы как бы дай как по-моему здесь вот она где-то точность это рассеивание как она дальше с моим не у тут уже не то так а ну-ка попробуем нашу мышу а где на это мыша вот она попробуем ее поближе вот сюда подтянуть и сделать значит с джей вот уже более такая отражается но что-то с этим рассеиванием сейчас забыл я где эта штука находится а ну-ка значит если вот это спот снэйп о вроде почетче уже стало но побольше сделаем вот эту штуку проверим как это значит отключает это тоже размытость спекуляр это значит волон размер значит наш вот этой значит луча вот мыша есть но сейчас подождите забыл где она вот так она все в ноли метод тыка работает так клип старт 19 метров без таким вот образом дистанция блэйс а ну-ка все в ноли от誰 всё м radar ふふн є а всё о р Так, ну вот есть в смысле вот такая вот штука размытая, тут что-то у меня не получается. Так, если вот это в ноль убрать, а вот она. Радиус, значит, чуть уменьшаем, и получается вот размытость она когда-то добавляет, тогда мутность будет, вот она. Думаю, где-то эта клавиша была, если так, то будет вот четко, да. Значит, вот эту мышу можем взять, настроить SetOrigin 3D геометрии и просто, значит, вот как на этом, на мультфильме, да, вот так вот растянуть, подогнать, тут подровнять, но минус в чем, если вы будете делать рендер, вот эту мышу будет видно, вот эту. Если ее скрыть для рендера, то будет все нормально. Так, находим мышу, добавляем, допустим, где она тут, по-моему, вот эта. Так, это кто у нас? Holdo, вот она, по-моему, вот эта. Виапор, да. И давайте попробуем ее отключить. Вот тогда мы ее отключаем, и все, и шиздец. Мыши уже не видно. Если мы камеру отключим вот эту. Сейчас пробуем. Так, 0 на нампаде. Shift F подгоняем, значит, нашу вот эту штуку. Так, теперь G погуляем. Так, луч видите, что нормально, да? Вот. Как он будет именно на картинке после рендера, это уже другой вопрос. Ну, сайкловский будет хорошо. Так, теперь Shift F. Так. Вот так все это дело делаем. Вид снизу, да? И пробуем сделать рендер. Вот видите, что мыши нету. Луч выглядит, ну, в принципе, пойдет для мультфильма. Для мультфильма вроде бы нормально. Тут можно еще свет сейчас просто растянуть под этот круг. И будет вроде бы соответствовать. Так, а вот с мыслью, если будете делать, то вот эта мышь попадет тоже на рендер и, в принципе, будет мне есть гуд. Если ее отключить назад, допустим, вот сюда, то видите, здесь она уже слабо проектируется. Появляется только где-то на середине. Если на середине ее уменьшить, вот середины будет, значит, заметно, да? И тогда, значит, ну, съемку, если можно проводить, значит, вот такую съемку делать с экрана, то, в принципе, что, можно тут заретушировать, как-то ее тут прикрыть зданием каким-то там, еще что-то. Да, ну, а ну-ка, если попробовать свет вот этот вывести чуть вбок. Вот. А мышь тогда сюда. Лучше тогда будет за ним. А ну-ка, если включим видимость в этом для рендера, то ноль на лампаде. Так, теперь F, вот эту, убираем, Shift, F. Погуляем. Можно тут, ну, можно что-то придумать, конечно, но вот вариант, в принципе, если просто показать вот эту вот часть, да, допустим, вот так вот. Вот, допустим, луч света, и вот она светит в потолок, то тогда не будет видно вот этого нашего дубликата, вот этого, который отражается на вот этом дальнем фоне. Так, ну, нам нужно проверить, как он будет именно рендериться, да? Вот весь луч вот так убираем. И делаем рендеремейдж. Вот вы видите, что видно нашего вот этого гаврика. Но, если здесь, на этом моменте, будет какой-нибудь небоскреб, какое-нибудь там дерево, или какой-то объект, он его перекроет, и, в принципе, ну, будет нормально. Можно, если есть какой-то косяк, то всегда есть способ этот косяк, значит, перекрыть. Так, теперь, если мы выберем наш луч вот этого солнца, света, и сделаем ему радиус, где она тут, сайз? Сайз, допустим, побольше. Вот так. Тогда придется нашему вот этому конусу сделать тоже вверху вот этот сайз, да? Значит, заходим вот в такой объект, вид, да? Выбираем наш вот эту, значит, как его называют? Целиндер, конус, и заходим в Edit Mode. Выбираем вот эту центральную часть и делаем S. Растягиваем ее, значит, по нашему вот этому источнику света. А ну-ка, зайдем в Edit Mode, зайдем вот в такой внешний вид, тогда нужно свет расширять. Так, находим опять источник света. Значит, сайз и, так, blend. Размытость, видите, добавляется, значит, размытость краев вот в этой функции Spot Shape. Вот. От четких до бледных. Вот это больше подойдет. Потом Cap Start. А вот она штука, смотрите. Видите, появляется вот эта центральная полоска. Вот. И она, в принципе, должна вот это все дело, значит, контролировать вот эту проекцию. А ну-ка, джи. Да. Вот она. Мы ее тогда можем еще дальше отводить. А ну-ка, вот метод. Этот, как его назвать? Метод. И когда? Теперь мы ее S уменьшим. И точно так же подгадаем. Так. Есть такое дело. и получается. Теперь смотрите. Насколько можно будет эту полоску, как это расширяется, это больше придает размытость. Так. А вот это? вот это центральная, значит, полоса. Как? Если мы вот эту штуку удалим, делить, то, в принципе, в принципе, должна отражаться как? Подождите. Вот эта штука должна отражаться. Вот этот наш... Опа. Куда он тут делся? Так. Вот эта часть. Так. она стройка на нампаде. Продает мое приближение. И по идее, тогда вот вот этот... Вот этот, значит, вот эта мышь должна проецироваться. Но чтобы она проецировалась, нам нужно выбрать свет, потом выбрать вот этот конус. А ну-ка. И, значит, увести его до уровня вот этого вот картинокал, да? Прямо ввести в наше вот это вот стекло. Не знаю, насколько это будет интересно правильно. А ну-ка. Заводим все это дело в стекло. Конус тоже опускаем. Угу. Так вот где-то, да? Как-то так. смотрим, где у нас этот гаврик, как его назвать, летучая мышь. Вот она. И получается, что раз конус, видите, сюда ушел, светится в стекло, что у нас тут ни хрена не светится, да? А ну-ка, джи. Вот, начинает только с этого момента, вот с этого, где у нас источник света. Так, если источник света заводим в наш аппарат, то пропадает вот эта вся фишка. А ну-ка, во. Так, ну, все нормально. Значит, можно здесь этого орла вот сюда присобачить, тогда его будет здесь не видно. ну-ка, когда будем показывать, значит, вот этого, так, давайте настроим свет, когда будем аппарат этот весь показывать, то, в принципе, там будет уже не столь важно, да? Так, назначил источник света и теперь, значит, эмиссию, вот она теперь тоже будет светиться. О, теперь будет поприкольнее, и та светится, и эта, вот. Так, теперь, наш этот птица, значит, наша черная. Все, зашибись. Оставляем одну птицу здесь, в Shift-D. Делаем ее, вставляем сюда. Смотрим 0 на нампаде. Все, птица у нас проецируется. Делаем ее S, G, переключаем ее в SetOrigin на 3D геометрию. Ох, по тьмаху конечно, не очень руководить. Так. можно ее подставить, а ну-ка сюда. Насколько она тут будет видна. Вот отсюда уже она видна. теперь поставим транспорс и можно ее, значит, растянуть. Ну вот, уже прикольно, да? теперь G, где она тут? Немножко, значит, подрегулировать. маленькая неудобная, значит, водить. Сейчас подкорректируем таким образом. Ну, тогда подведем Spot. не Spot, а тогда все вот это раз. Одним разом, значит, так выберем и перекрутим. Теперь смотрите, чтобы у нас все это нормально, значит, функционировало, нужно все это дело привязать куда? Вот к этой косточке. Делаем Pause Mode, выбираем верхнюю стрелочку и Ctrl-P Bone. Так, это значит Object Mode, а ну-ка, выберем Rig, зайдем в Pause Mode, семерка на NumPad, и попробуем все это дело покрутить. Так, Ctrl-Z не хочет все это дело крутиться, а ну-ка, тройка на NumPad, но все это нужно привязать именно так, а если привяжем к объекту, вот это к этому, Ctrl-P, Object Transform, потом свет тоже, перешив в левую кнопку мыши, Ctrl-P, Object Transform, и где тут наш этот птицикал, вот он, птицы, и птицу тоже, Ctrl-P, Object Keep Transform, а ну, если мы выбираем наш вот этот сам аппарат наш, вот видите, что все крутится, Ctrl-Z, выбираем наши стрелочки, то бишь, значит, наш этот Rig, заходим в Pause Mode, Смотрим, вот вверх-вниз, видите, мы все это дело вводим, можно это дело снимать, можно делать, а ну-ка, если мы добавим еще источники света, чтобы было видно сам наш аппарат, а ну-ка, Object Mode, так, Post Mode, Alt, G, Alt, R, зайдем теперь в Locked Mode, найдем Add, так, нам понадобится лифт, пусть будет сам, так, свет ночью в принципе наверное не покатит, угу, Point, а ну-ка, G, Shift A, Mesh, Lan, делаем S, ну, типа здесь крыша здания какого-то, да, так, назначим ему какой-нибудь цвет, эдакий, пускай будет красный, тогда находим наш этот сон и ставим где-то 200 ватт, а если ареал поставить, G, G, так, 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 G, когда будет видно вот эта вся штука данная на такой символ на нам пади в принципе можно до снять такую ценку здесь вот а ну-ка сделаем рендер посмотрим что получится василия от чего отталкиваться какой косяк имеем ну ничего прикольный косяк только вот единство что вот этот луч не полностью с прожектора выходит ну в принципе не столь важно да когда будет прожектор светить луч можно отключать потому что ну как он не должен так светиться свет можно настроить уже здесь рядом такое освещение вокруг него так что здесь получается луч света значит и освещение аппарата вот это это разные вещи это разная настройка света будет так ладно разобрались это не косяк если сейчас мы вот это все отключим там где он тут находится ареал point джи и несколько источников света делаем вот можно снять нормально тогда еще тут будет отражаться от каких-нибудь зданий там от поверхности крыши от какого-то не не за там от статуи какой-то там или еще что-нибудь ну в принципе вот аппарат можно снять источник света можно видите здесь поменять значит на желтый как у него да вот он сделать чуть побольше чуть поярче сделать альфа-бленд прозрачность ему чтобы это еще можно сделать ноды прошлых роликах я показывал как делать стекло можно прям вот этой штукенции стеклу сделать там настоящее стекло но не столь важно кстати так что еще тут screen space color airport display пусть тоже будет желтый также можно источник света настроить на наши вот эти источники света вот можно подставить допустим чуть-чуть это будет какое коричневатый значит светить второй будет чуть-чуть там красноватый оттенок отдавать и увидите что уже принципе другая штука но этот свет вот этот свет так можно сделать вот от этого источник света расходился значит или от плана короче источник света можно настроить на план на сферу на цилиндр на какой-то объект не обязательно на вот этот источник света да вот уже красненьким отдает потому что это цвет у нас красный ближе подведем вот видите можно так и раскрасить его любой оттенок подать будет хорошо так ладно это вот один вариант я его сейчас как аж оставлю и он будет загор эти как все тут засветилась очень рьяно и вот за 10 еще подсветку дать вот здесь да не можно еще внутрь этого света еще источник света добавить вот так вот а ну ка смотрим что рендер нам покажет 0 shift f ну прям хорошо этих гавриков значит как устать отпускает тут уже план у нас вот как-то так опять же делаем рендер ну чё неплохой эффект еще поставить вот это вот штуки значит чтобы она красноватая была или там желтоватая в принципе сдалека неплохой будет света будет так not cycles конечно это наверное штука так еще амбинат нужен поставить тут еще им стимпи фи и вот эти все по настроить приставил и можно какие-нибудь там настройки screen space коллекцион таким поиграться еще раз рендер вот уже дольше делает это вот только представьте а сколько это будет рендериться это шиздец вот такая прикольная штукенца так это я все подключаю посмотрим как это в cycles будет выглядеть ого это вообще будет рендериться до свинячей пасхи надо даже пробовать не буду так это иви пусть будет выявить как но это вот один такой вариант я сейчас сохраню и тянут значит в группу для скачивания если кому интересно но это не конечный вариант это как просто от того что но от чего можно оттолкнуться да как это сэйф ас так теперь пойдем другим путем значит вот это все мы дело об вернем на серый вот это все мы источники света вот эту штуку по удаляем как зайдем добавим сэфт а и мэйдж и мэйдж а с план если у кого его не будет это включается значит выйдет преференциях без стоп находим где они у меня тут прожекторы так мы попробуем готовы уже прожектор да так как то а ну ка делаем с если вот это все фотошопе еще чуть-чуть значит по обрезать то будет хорошо вот он уже готовый такой свет можно его под разными ракурсами тут гнуть но это уже настройка по прошлым роликом значит я показывал как вот с помощью картинок экономить время на делаем с можно его вытянуть можно его сжать растянуть но это значит еще можно выйдет мод чуть-чуть поруководить а ну ка если вот так вот сделать можно большой луч света сделать длинный но тут нужно чуть-чуть его обрезать вот эту часть и под рисовать или заштриховать в черный ну чтобы он заканчивался когда как бы ровно можно его фотошопе чуть-чуть где-то соединить наложить друг на друга чтобы он был бы как бы но полный они вот специально так видно делают чтобы меньше где использовать можно было ну нам главное принцип как вот эту точку тоже можно значит ликвидировать или ввести аппарат нас вот так вот выбираем какой ракурс будет допустим вот такой да куда он там будет светить делаем с луч побольше минут этот прям бы будет мешать так смотрим что получилось так вид у нас черный заходим шейдинги находим что у нас тут получается так же картинка и перекидываем вот этот колор на альфу так теперь у нас что еще можно сделать как добавляем теперь coloramp coloramp конверт конвертер и здесь регулируем прозрачность вот увидите на как также можно здесь регулировать цвет вот этого всего дела так ну или свет поставить на эмиссию если она будет светиться то лучше так эмиссию включить чтобы она ярко было но как она будет желтым уже светиться так теперь делаем опять же назад вот этот background делаем черный цвет ну вот можно использовать картинки вот такой вот значит источник света если чуть-чуть сделать ему анимацию чтобы он там дребезжал как-то ну настроить его на шипке то получится классно как сделать вот этот кружочек да смотрим дальше план у нас вот такой источник света вот этот бы затереть закрасить переделать картинку да там где-то ее уменьшить еще как-нибудь там сжать добавить добавить полигонов где-то полигонами тут докрутить так но теперь вот это пока аж скроем так тройка на нам парень и она тут и она цена вот это стекло транспорт отключаем стекло и вот это вот где это мышь так давайте показать вот мышь выбралась что ты это значит аж пока отключим так вот эту мышь пока значит аж скроем выберем вот это стекло и выберем нашу вот эту птицу каков там еще надо эти железки потом подключать тройка на нам паре делаем севдым делаем всему с так это делаем control z привязываем все это с это режим 3d геометрии делаем всему этому делу с нашу птицу вот эту переводим значит углубь железки потом на железки надо подделять конечно все это дело растягиваем такого control z нам птицу надо растянуть вот так она будет четко все зашибись только теперь можем это все дело чуть-чуть перевернуть вот так и когда alt h включим источник света так вот это все дело подтянуть значит нашему источнику света видите зад надо затереть так и теперь мы его уводим под наш нужный нам ракурс да и когда вот эта вся штука сожмется и войдет вот значит нашего вот этого под наш этот круг надо ее подсогнуть чуть-чуть будет это значит подразделять вот этот полигон заходим в edit mode делаем sub divide и вот этими значит вершинами вот этими где-то какие-то удалить можно допустим повыделять сделать дэвид допустим вертекс и вот ненужные чтоб они глаз не мозолили но где-то вот здесь вот да вот так вот какой-то вот этот edge вертекс и вместо чтоб не занимали тоже так так здесь источник света надо уже подтягивать допустим вот я его могу раз вот вытянуть да здесь вот этот не нужен уже а ну ка джи без него как-то некрасиво вот полный такой рисунок я здесь могу уже вот этими вершинками растягивать подтягивать корректировать вот этот вот источник света так у здесь что-то я напортачил а ну-ка вот этот цвет заводим сюда допустим как нибудь там корректировочку ему дать там рассеянность добавить а ну-ка эту часть тоже растянуть как эта часть чуть подтягивается к нашему вот этому значит как его называют и здесь вот как ничего перехлестнуть где-то можно объединить вершины какие-то можно там поудалять условно немножко поработать с этим делом да путь пробивал допустим через наш знак чуть-чуть конечно поаккуратнее надо но тогда он так заходим телевого бутнот да вот видите чуть некрасиво но это без разницы и видно не будет а свет у нас уже совсем другой как бы проходящий да пардонки выбираем наш вот этот круг и назначим материал тоже вот такой как у нашего луча цвета да а ну-ка так а ну-ка это минус новый и значит назначим тогда не назначим эмиссии вон можно темнее ярче делать эмиссию ставить я на тут прозрачность альфа-бленд как яркость больше ставишь тогда уже беру на белый цвет переходит а вот этой штуки можно прям поставить тоже эмиссию нет эмиссии мы не поставим только значит в настройках вот это шейдингов и здесь можем как яркость больше меньше эмиссия вот она цвет вообще будет больше layout ну вот такой вариант только нужно добавлять еще больше источник света этот как бы в него в этот круг ввести и вот это вот все дело вот так контрол джей можно объединить и привязать опять же к нашему вот этому аппарату контрол пи и трансформ так выбираем наши кости заходим какой нибудь вид вот видите тут все перекрутилось нужно это все дело хорошо потом растянуть наложить и так далее можно попробовать ее наложить как бы текстурой на цилиндр цилиндр чуть обрезать там ну вариантов валом и допустим если сейчас мы заходим в полус мод смотрите вот мы точно так же можем всем этим руководить так где у нас тут сфера вот вводить там вверх вниз сбок нормально и вот под каким-то ракурсом все это дело снять вот этот вид больше как бы мультяшный запасаемся значит всякими картинками еще чем-нибудь можно вот на это значит зеркало на стекло да так чё на так это в обжиг мод смотрим вот выбираем на стекло наше где оно тут делаем edit mode английская L P selection отделяем заходим в обжиг мод и значит попробуем UV editor вот видите у меня еще какая вот есть тоже скачанная и вот на это значит наше чудо а о не это так я уже значит чуть чуть задурился вот на стекло выбираем стекло значит UV editor английская значит а там делаем с делаем G подтягиваем все это дело вытягиваем на наш вот этот круголёк так теперь лаяут и заходим в шейдинги что у нас тут удаляем материал удаляем материал это тоже а ну-ка значит new add image текстур и заходим в прожектор и находим вот этот прожектор вот он так он назначился теперь мы его подключаем на прозрачность опять же color alpha и добавим вот добавим ему эмиссии посветлее и добавим какой-нибудь цвет вот видите что появился вот этот круголёк если ставим на черный свет назад вот это все дело то такой будет внешний вид тогда нужно поставить ему значит белые вот поменьше вот будет он такой темноватый но уже значит с этим так вот с каймой вот там кайма там еще что-то вот этому тоже можно поставить значит серый цвет вот это будет черно-белый тип амульфин так а ну-ка шейдинги прозрачность яркость а ну-ка сейчас мы настроим вот такой можно лучше за собачий день так рассеянность можно еще уменьшить побольше сделать так на круг вот этот так альфа-бленд опять же ставим можно немножко серого так эмиссия включена тоже светится от этой штуки тоже светится и вообще будет черно-белый хороший мульфин сдалека сдалека если вот эту вот штуку аж подключить подключить поставить все это на здание взять какой-нибудь ракурс допустим наставить это на небо растянуть побольше да ну так если выбрать ну короче вот все выбираем вот это конечно этот искривился но его можно потом будет поставить туда же выровнять вот уже лучше солнца света будет побольше и вот эта штука тоже искривленная будет уже как в мультфильме вытянутой овалом видите он будет прикольно как ну такие варианты значит у меня по свету по блендер вот этому по мультяшному есть еще конечно я уже говорил что можно добавить цилиндр на цилиндр наложить вот эту текстуру она будет более такая округлая потом все это дело также подсветить где-то добавить еще какие-то источники света меньше заморочки но более как можно классно все это дело обыграть все всем пока